1967 год. В Новосибирске на Серебренниковской улице реконструкция старого здания. Впоследствии новый комедийный театр «Дом актера». Зрительный зал на 300 мест, большая библиотека и читальный зал с книгохранилищем на 15 тысяч томов. В здании собираются театральные деятели, любители театра. Обсуждают свои проблемы, занимаются творчеством. Сейчас изменилась атмосфера, потому что вот этот способ общения, он стал другой. Если раньше людям было живое общение очень нужное, они собирались, они спорили, не обсуждали, они говорили на какие-то волнующие их темы. Декорации в стиле 70-х студенты театрального факультета замерли в мизансценах. Татьяна Шуликова не спешит занять место в зале. Даже сегодня она в образе. Помимо работы в театре, актриса на протяжении 25 лет участвует в жизни дома актеров. Это и репетиции, и спектакли, и антреприза в последнее время. И, конечно же, различные мероприятия просто общественные. Разные сборы. Тут женский клуб замечательный есть, очень хороший. Туда хожу всегда. Шитье всякое свое показываю. С развитием гаджетов и социальных сетей общение между людьми стало более виртуальным, неживым. Но, тем не менее, молодым актерам и художникам с первого курса прибивают любовь к дому актера, где возрождают старые традиции. В творческой обстановке подискутировать о высоком и создать очередной шедевр.